я продолжаю кататься по испании вчера я был в мадриде сегодня я приехал в валенсию валенсия оживленный город с населением 792 тысячи человек расположена валенсия на восточном побережье испании у города богатая история потрясающая архитектура яркая культура и прекрасные пляжи я валенсия сейчас хочу познакомиться в течение этих нескольких дней с валенсии если вам интересен этот город то смотрите я постараюсь максимально показать в этом выпуске все что я увижу с чем я познакомлюсь валенсия была основана римлянами 138 году то нашей эры город подвергался влиянию различных цивилизаций включая римскую вестготскую исламскую и христианскую культуры в римский период валенсия была известна как валентия эдетонору она служила важным торговым и административным центром связанным с римской дорожной сетью в 15 и 16 веках валенсия пережила период большого экономического процветания благодаря торговле шелком город стал одним из главных центров производства и экспорта шелка в европе способствуя и его богатству и культурному развитию в валенсии кстати есть метро смотри здесь метро что очевидно до столица барселоне есть метро валенсия есть метро я не знаю что насчет других городов если какие других городах испании метро ребят если вы были в других городах испании знаете где есть метро можете поделиться со мной я вчера кстати ну это я катался на метро хотел на автобусе и у меня не получилось потому что у меня была с собой карточка я зашел в автобус карточкой там рассчитаться нельзя валенсия является родиной святого грааля религиозной реликвии которая как полагают является чашей использована иисусом во время тайной вечери святой грааль хранится в кафедральном соборе валенсии я сейчас по кругу обхожу валенсийский кафедральный собор да пожалуй одна из главных достопримечательностей валенсии он у меня все время по правую руку интересно что он начинал строится в двенадцатом веке и строился до 15 века у него есть часть определенная которая напоминает чем-то римский колизей валенсийский собор одно из главных строений города построен в основном в готическом архитектурном стиле на нем отражено влияние других периодов есть различные дополнения и реконструкции начиналось строительство в тринадцатом веке последующие столетия собор претерпевал модификации и расширения это мой номер валенсии кстати наверное сейчас за последнее время один из лучших номеров плюс-минус я снимаю за одни и те же деньги если вас интересует гостиница вот это определенная рекомендация вот это вот мой отель угловой номер и видите значит здесь только заходишь здесь сразу же у вас вот здесь вот такой трон это не кресло это определенный трон потому что он выше чем я реально вот такой вид такой прикольный райончик вот смотрите сколько места то есть одна здоровая здоровенная кровать можно поставить еще точно такую же здоровенную кровать спокойно кладется чемодан все что хочешь бар снэки и отличная ванная комната именно ванная не душевая здесь есть душ я такой зашел такой ай блин сначала такой чисто душ ванну не примешь туалет душ и разворачивайся у меня тут еще и ванна из минусов она не на пляже валенсия сыграла решающую роль во время гражданской войны в испании в 1936 1939 годах будучи столицей республиканского правительства она стала оплотом сопротивления нациалистическим силам во главе с генералом франциско франко за последние десятилетия валенсия претерпела значительное культурное и городское развитие строительство комплекса город искусств и наук в котором разместились футуристические издания и культурные учреждения стала символом модернизации валенсии и ее приверженности искусству в интернете интересную штуку прочитал что изначально когда делали проект вот этого всего он у многих вызывал споры вы что скажете ну естественно когда у вас вот это вот это рядом вот смотрите вот такое здание рядом и когда вот вам достроить вот такое естественно оно будет вызывать споры ну ну камон город искусств и наук ciudad de las artes и les ciencias он был спроектирован известными архитекторами сантьяго кала травой и феликсом канделой современный архитектурный шедевр сочетает в себе науку искусство и развлечения город искусств и наук отличается авангардным и футуристическим дизайна он стал культовым символом валенсии если вы никогда не были в этом городе и видели его только по картинкам то скорее всего на картинках и был город искусств и наук когда находишься на территории визуально он поражает потому что имеет несколько инопланетный вид плавные изгибы белые фасады и много воды это придает общее ощущение невесомости еще споры знаете из-за чего были вызваны из-за денег потому что вот такое построить выставляете сколько баблище надо чтобы вот это вот построить изначально много и я еще прочитал что здесь должны были быть небоскребы 300 метровые но их постройку отложили по понятным причинам по причинам денег финансов но конечно мы должны понимать что любой небоскреб он должен функционировать парк а еще в парке если небоскребы да в небоскреб это что или жилые какие-то помещения или под сдачу под аренду помещения какие-то лучше такие вещи выносить куда-то из центра нежели строить это все здесь неважно живешь чтобы небоскребе или идешь на работу ты в небоскреб это будет всегда создаваться трафик рядом с этим небоскребом то есть очень правильно сделали что не построен на самом деле одно из главных зданий комплекса напоминает гигантский глаз здесь расположены кинотеатр аймакс и планетарий есть здесь музей науки интерактивное образовательное пространство которое исследуют различные научные дисциплины биологию физику химию и технологию он расположен в здании напоминающим скелет кита есть здесь местный океанариум он является крупнейшим аквариумом в европе здесь представлены различные экосистемы и места обитания в том числе дельфинарий и туннель для акул на территории комплекса находится дворец искусств королевы софии оперный театр его дизайн сочетают в себе элементы модернизма и футуристической эстетики благодаря грандиозной конструкции из стали и стекла напоминающий космический корабль или большую птицу в полете оперный театр получил свое название в честь королевы испании софии которая официально открыла его в 2005 году внешний вид дворца искусств королевы софии украшен поразительными скульптурными элементами в том числе крупномасштабными скульптурами и произведениями искусства современных художников футуристическая архитектура города искусств и наук сделала его популярным местом для съемок комплекс был показан во множестве фильмов в том числе и в научно-фантастических например земля будущего площадь мэрии или площадь городского собрания сейчас мы узнаем кто же тут собирался а площадь это имеет долгую историю восходящую еще к римской эпохе когда она служила центральным местом встреч на протяжении веков она развивалась и была свидетелем значительных исторических событий площадь класса дель аюнтамиента расположена в самом сердце валенсии недалеко от исторического центра который свою очередь служит административным и политическим центром валенсии а также оживленным местом сбора местных жителей и туристов площадь получила свое название из-за наличия городской ратуши она же аюндамьянта обитов фрукс от площади мэрии я дошел до центрального рынка с 10 буквально несколько минут интересно зайти посмотреть что там продают центральный рынок mercado central de valencia является старейшим и самым крупным в европе здесь более полутора тысяч торговых точек сейчас это рай для гурманов предлагающий подлинный вкус кулинарных изысков валенсии на рынке представлены традиционные валенсийские продукты в том числе знаменитые в регионе апельсины миндаль шафран и рис здание рынка великолепный образец валенсийской модернистской архитектуры состоит из элементов железо стекла и керамики с большим центральным куполом который позволяет естественному свету проникать внутрь рынка во время реконструкции рынка в начале двухтысячных под полом рынка были обнаружены древние римские арабские руины теперь посетители могут исследовать эти исторические памятники пройдя по стеклянным дорожкам центральный рынок это не только место где можно купить продукты но и культурный центр где местные жители собираются чтобы пообщаться и весело провести время в кафе или баре здесь также проводятся различные гастрономические мастер-классы кулинарные демонстрации и мероприятия связаны с едой посетители имеют возможность ознакомиться с традиционными рецептами валенсии техниками приготовления пищи и кулинарными тенденциями я вышел из рынка надеюсь у меня получилось передать атмосферу цвета архитектуру но я знаю что у меня не получилось передать не получилось передать у меня западе знаете чем там внутри пахнет между рыбой от рыбным рынком сырами рыба креветки знаете вареные креветки бахнут и выходишь ты вышел с другого входа из центрального здесь сразу же от церкви дальше у вас католический университет валенсии я сейчас про университеты в этом выпуске не буду рассказывать все-таки у нас канал про путешествия а вот у меня есть другой канал с maps education там я рассказываю про образование по зарубежное образование и там есть много выпусков про учебу в испании про школы в испании поэтому вы можете зайти туда если вам интересно изучение испанского языка обучения в школах в университетах заходите туда там много всего интересного а 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 объект всемирного наследия юнеско и шедевр готической гражданской архитектуры изначальное предназначение постройки торговля шелком собственно говоря отсюда и название которое переводится как шелковая биржа здание состоит из нескольких отдельных секций наиболее примечательным является сало де контракцион или зал сделок величественные колонны ребристые своды богато украшенные потолки большое количество декораций разделение на пять рядов спиральных колонн пол из разноцветного мрамора а вдоль стены на латыни надпись информирующая о правилах торговли в зале архитектура лонха де ла седа богата символизмом витые колонны символизируют единство и силу резьба и скульптуры на фасаде изображают аллегорические фигуры включая ангелов львов и гротеских существ эти символы отражают ценности и верования того времени я сейчас в кафушке увидел какую-то белое варево там делается я брал двойной эспрессо себе я спрашиваю что это у вас там крутится молоко они говорят нет типа это арчата это наш традиционный валенсийский напиток я честно вообще понятия не имею и не имел что это такое может быть вы здесь были знаете что такое короче вот это арчата я спрашиваю что это чудо молочно нагреть нет я говорю там соя или еще что нет короче мне стало интересно я взял его на вкус интересно как будто миндальная сладкое миндальное молоко что-то такое короче вот чё пишут в интернетах знатоки чё пишут во-первых свежесть до 48 часов но кей во вторых ингредиенты клубеньки клубни до походы клубеньки чуфы или земляной миндаль букв кстати с миндалем я угадал 1 литр воды сахар или сахарозаменитель данная версия считается версия арчаты арчата да напиток называется считается модной натуральной и полезной еще одна знаковая достопримечательность валенсии это арена арена боевых и что интересно что отсюда если вам допустим неинтересно арена но все но посмотрите да стадион интересный стадион которому уже больше сотни лет но здесь также шоппинг улицы здесь отходит несколько шоппинг улиц если вы любите шоппинг то вам сюда на этом моменте хочу напомнить что у меня есть два youtube канала один с maps education про зарубежное образование где я рассказываю в учебных заведениях по всему миру 2 канал на котором вы сейчас находитесь про мои путешествия и факты городах и странах если вам интересно учеба за границей или возможности построить карьеру за рубежом и выбор страны для путешествий или миграции рекомендую подписаться на оба канала ребята по статистике мои видеоролики 90 процентов зрителей смотрит без подписки если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал так вы чаще будете видеть подобный контент и обязательно пишите в комментариях на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи на которых снимаем выпуске ставим лайк подписываемся пишем тему я вам также обещаю что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки которые мы будем дарить вам следующих выпусках дарко Продолжение следует...